Вы стоите сзади, смотрите, чтобы никто не подходил. Вы вызовите, пожалуйста, скорую. Женщина, 30 лет, кровотечение шеи. Как вызовите, сообщите. Правильно уложить пострадавшего, без паники организовать вызов скорой помощи, безошибочно остановить кровотечение. К счастью, это только учебная тревога. Но всем известное правило предупрежден, значит, вооружен. В случае оказания первой помощи действуют безотказно. Особенно, когда речь идет об экстренных случаях поиска пропавших людей. Когда мы помогаем в поисках той же полиции, МЧС и так далее, мы что можем сделать рассылку в соцсетях, ориентировки, расклеить по всему городу. Выйти на какой-то там объект, где ориентировочно ребенок пропал или кто-то. Все. Дальше мы бесили. Почему? Потому что мы не обучены даже элементарным вещам. Проект «Первая помощь. Доступна каждому» в 2019 году получил грантовую поддержку Федерального агентства Росмолодежь. Его автор Владимир Бикин проводит курсы первой помощи по программе «Добро пожаловать на борт» для добровольцев Ханты-Мансийского округа. Этот курс – это авторский курс Сергея Владимировича Герасютенко. Наша команда первой помощи на базе Центра формирования навыков безопасности РИКОМ в Москве с 2000-х годов занимается бесплатным обучением волонтерских организаций вот таким вот навыком. Теоретические и практические занятия рассчитаны на людей без специализированного образования. Тем не менее, очень углублены и ответственны. Вот эти знания, которые сейчас сегодня нам преподают и доводят до нас, лучше, чтобы они не пригодились. Это самый лучший вариант. Но вместе с тем, в жизни, как показывает практика, всякая может быть. Человек, если подготовлен, он может действовать профессионально. И для таких ситуаций каждая минута, даже секунда, имеет свою большую значимую роль. В любом случае, добровольцы должны уметь отличать первую помощь от медицинской и максимально стараться не навредить. Обо всех этих тонкостях им рассказывали и показывали на протяжении двух дней. Время пролетело очень быстро вчера, сегодня еще быстрее, потому что все в практике, все очень интересно. Очень жаль, что нас мало. Хотелось бы, чтобы люди активно принимали участие, чтобы люди знали. И это, во-первых, для нашей же безопасности. Своей конечной целью волонтеры обозначили создание в Пытьяхе штаба поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». И очень надеются, что в будущем это произойдет. Стать его участником и проходить периодическое необходимое обучение при желании может каждый. Главное – осознавать, что дело это крайне непростое и ответственное. За всей информацией можно обратиться в Ресурсный центр развития добровольчества нашего города.